Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сейчас с нами на прямой связи, посредством Зума, будет Александр Васеев, я думаю, хорошо вам известный, я бы сказал, эксперт и социолог, и политолог, и исполнитель директора Балтийского форума. Добрый день! Добрый день! Да, ну, все мы очень надеемся, что рано или поздно пандемия закончится, и, возможно, и формат Балтийского форума вернется в том или ином виде, поскольку, действительно, столько тем накопилось, наверное, для обсуждения. Мы видим, что происходит в мире, как меняется международная повестка дня. Так что будем надеяться на лучшее, да? Ну, я думаю, что определенные позитивные сдвиги уже наметились, и я думаю, что к концу года Балтийский форум действительно сможет предложить свою дискуссионную площадку для серьезного обсуждения и глобальных, и региональных вопросов. И, естественно, самый главный вопрос – это российско-американские отношения. Ну, и предстоящая, фактически, встреча двух президентов, двух великих держав, она даст ответы на многие вопросы. Да, ну, об этом, может быть, чуточку попозже, наверное, перейдем или начнем вот с латвийской повестки дня. Вчера был такой, ну, честно говоря, вопиющий случай, да, это решение Сейма, буквально там за 10 минут все это было в таком закрытом режиме. Депутаты, насколько я понимаю, даже не успели ознакомиться вот с запросом прокуратуры о снятии иммунитета и выдачи для уголовного преследования по подозрению о шпионаже депутата Сейма Яниса Адамсона. Я думаю, что тоже вы его хорошо знаете. Понятно, что мы не располагаем никакой информацией, чтобы, не знаю, провернуть эти подозрения, подтвердить. Но вот сам факт, кто-то уже говорит о том, что, может быть, это какая-то новая волна шпиономании. Раньше это все ограничивалось, там, не знаю, высылкой дипломатов. Сейчас уже и дело дошло до самих граждан Латвии. Ну, я думаю, здесь надо смотреть на несколько плоскостей этого шпионского скандала. Наверное, прямо так назовем его. Во-первых, конечно, вы обик абсолютно правы. Вот эта вот процедура принятия решения, конечно, она была... Она скандальна сама по себе. Когда за 5-7 минут приходят депутату документы, многостраничные документы с доказательством, с которыми он не имеет права, не имеет просто физически ознакомиться, когда все заседания продолжают проходить удаленно, когда ты не можешь созвониться своими коллегами, определить свою позицию, не можешь позвонить тому же Янису Адамсона и спросить, ну, Янис, как там делать, что же такое-то? Вот, я думаю, что многие обрывали телефоны. И в этом случае, конечно, депутаты оказываются в дурацкой ситуации. Я... Мне трудно поставить себя на их место, но я думаю, что многие подумали так. Ну, это какой-то балаган, и я вряд ли хочу участвовать в таком, в таком, ну, я не знаю, принятии столь ответственного решения по судьбе своего коллеги и однопартийца. И в этом случае я просто отказываюсь голосовать. Вот. Надо отметить еще раз один очень важный, с чего мы начали с коронавируса, очень важный момент. Правительство, члены правительства, депутаты у нас давно уже вакцинированы, но заседание и правительства, и заседание парламента проходит... Проходит по-прежнему уголовно. Ну, вот сейчас, правда, правительство уже работает... Ну, вроде бы, как будто начинает, да. Не все там присутствуют, я так понимаю. Просто кому это выгодно? И оказывается, что это в некоторых ситуациях очень выгодно манипулировать мнением латвийских политиков и не только. И поэтому, может быть, принимаются часто такие странные и непонятные с логической точки зрения для жителей Латвии решения наших правящих политиков. Да. Вот что касается... Вообще, вот мы как раз... Еще одно событие такое произошло. По поводу населения, как раз можно сказать, это рекордно низкая явка была на выборах в самоуправлении. 34%. Мы помним, что такой симптом или синдром голосования ногами мы наблюдали и в прошлом году на неочередных выборах в Лидическую Думу. Хотя, казалось бы, ажиотаж вокруг Роспуска и Ильичской Думы был велик. И вроде бы народ должен был рваться на эти избирательные участки. Мы наблюдали совершенно противоположную картину. Там 40% с трудом рижан пришло на избирательную часть. А сейчас уже видим 34%. Многие эксперты предупреждают, что не лучше будет ситуация на выборах в Сейм. С чем вы это связываете? Вряд ли только с погодой. Я бы хотел, если возможно, вернуться все-таки к шпионскому скандалу. Он очень важен для нас. Так. Я бы сказал о другой плоскости. О шпионском скандале, который затронул многие страны. Уже давно наши соседи из Литвы, из Эстонии, из Польши уже поймали своих шпионов. В их числе прошли уже судебные процессы. Латвия как-то оставалась. Да. Мы еще не были. Совсем недавно, неделю назад выяснилось скандальные подробности прослушки, наоборот, западных, самых самых выдающихся политиков, таких как Ангела Меркель со стороны американцев. И предстоящая встреча двух президентов, Байдена и Путина, и все это связано в такой, может быть, даже клубок. Все не случайно. Почему за Янисом Адамсоном следили несколько лет, выявлено 43 эпизода, и вдруг неожиданно именно в это время произошел выстрел этого скандала. И когда ты связываешь все воедино, понимаешь, что все-таки, ну вот, теперь и нашим спецслужбам есть чем похвалиться. Никакой не там общественник из Эстонии или Литвы. Мы вон какого зубра завалили. И честь и хвала нам, и я думаю, что это должно засчитаться. Вот, что касается, значит, выборов и, значит, вот этой низкой, рекордной низкой явки, выбор самоуправления всегда проходит при явке ниже на 15-20%. Но здесь даже они установили рекорд. Я думаю, все это, значит, это явление вполне закономерное. К этому мы все идем. И главное, опять вопрос, кому это выгодно. Это выгодно, в первую очередь, опять же, правящим политикам. Вот они, члены их семьи, друзья, подельники, знакомые, они все приходят и голосуют. А люди, которых, значит, теми же усилиями, средств подконтрольным, средств массовой информации как бы основательно и целенаправленно отталкивают от участия в общественной жизни, это оказывается очень выгодным. И если такая же явка будет и на выборах в парламент, о чем вы уже намекнули, но это будет ни в какие ворота. Но это, значит, опять же, узкое явное меньшинство будет продолжать диктовать большинству жителей Латвии свою повестку. Ну а что касается правящих политиков, они уже наметили выделить серьезное финансирование на проведение исследования. Будет создана, естественно, комиссия, будут истрачены многие тысячи... Это уж обязательно, да. Машина эта будет работать, и дальше, как говорится, это будет продолжаться. Но результат остается результатом. Высокая апатия. И часто жители не голосуют еще и по такой причине, что, да, мы, может быть, избрали бы новых, но получается так в последнее время, что все перемены в общественной и экономической жизни, которые происходят, они идут только к худшему. Так, может быть, и не надо ничего менять? И вот эта абсурдная ситуация, которая еще больше заставляет нашу общественную и экономическую жизнь стагнировать. И это очень опасно. Да. Вот все-таки, раз вы затронули там глубину, прошли по этой теме шпиономании, а, в принципе, вот для чего это делается? Ведь и так, казалось бы, отношения России и Запада, ведь чаще всего ловят именно по подозрению шпионажа в пользу России, и так они уже накалены до предела. Хуже уже, казалось бы, некуда. Зачем еще усугублять? Уже, в принципе, если кто-то и хотел испортить окончательное отношение Запада и России, ну, цель уже достигнута. Куда уж дальше-то? Ну, я бы здесь не согласился. Так. Почему? Потому что мы видели в последние четыре года, как упорно, с усердием достойного лучшего применения топили президента Трампа. Дональда Трампа именно обвиняли в том, что он был готов, уважительно относился к российскому лидеру и был готов пойти на серьезные улучшения. Пришли к власти демократы, и первым делом они дали очень серьезные сигналы для российского руководства о том, что они действительно готовы, готовы пойти на серьезные улучшения отношений. Я не хочу говорить о какой-то перезагрузке, ее даже и не маячит на горизонте. Но вот смотрите, сколько Трамп не пытался, он не смог и, может быть, и не захотел продлить договоры СНВ-3 по ограничению вооружений. А Байден сразу пошел на это, и были продлены эти договоры на пять лет, фактически на условиях России. Точно так же идут сейчас разговоры о том, что, в принципе, американская администрация готова пройти вот именно те шаги на улучшение отношений. Дело в том, что среди американского экспертного сообщества многие вспоминают 70-е годы прошлого века, когда в противостоянии Советского Союза с США вот этим лишним третьим довеском очень важным был маийский Китай. Тогда очень умной и мудрой политики того же госсекретаря Америки удалось как бы оторвать Китай от Советского Союза и надолго омрачить все эти отношения. Сейчас повторяется как бы зеркальная часть. И американцы отдают себе отчет, что именно Китай может представлять серьезного конкурента в экономической сфере, а в дальнейшем и в военно-политической. И поэтому Россия как раз очень хорошо дополняет Китай в этом возможном пока еще противосостоянии. Но мы видим, какая ситуация напряженная складывается на Дальнем Востоке, в районе Юта Китайского моря. К примеру, в отношении Китая с такими странами, как Япония, Корея. Ну и мы видим, что вот эта полемика, полемика между ведущими как бы представителями американской администрации и того же руководства Китая, она достаточно острая. А та встреча, которая же состоялась по формуле 2 плюс 2 на Аляске, в Анкоридже полтора месяца назад между китайским и американскими министрами обороны и иностранных дел, она не дала никаких позитивных сдвигов. Наоборот, противостояние только обострилось. Поэтому приходится выбирать. Я думаю, что многие в Соединенных Штатах Америки, в том числе в демократических кругах демократической партии, считают, что все-таки, наверное, все-таки надо Россию хоть как-то попытаться, но если не перетянуть на свою сторону, то в какой-то степени нейтрализовать. И так как мы знаем, что противников улучшения отношений России и Америки в США достаточно много, здесь получается, что многие вот эти противники опасаются этого возможного пока еще, очень хрупких возможностей улучшения отношений. И они будут делать, они и делают, и будут делать максимум того, чтобы эти отношения и этот прямой диалог двух лидеров осложнить до максимума. Да, ну, может быть, еще о предстоящем таком, ну, не саммите, а, может быть, переговорах Путина и Байдена мы чуть-чуть попозже поговорим после короткой паузы. Но вот как бы вот к этой еще теме есть эксперты, скажем, ну, западные, которые вроде бы прагматики, настроенные на диалог между Западом и Россией, они упрекают в том числе и Москву, и Пекин, что и эти страны сами тоже особо ничего не делают, ну, как бы, чтобы, ну, сгладить противоречие, это, наверное, неправильно сказано, а для того, чтобы, ну, вот эту холодную войну чуть-чуть уменьшить эти масштабы вот противостояния. Ну, да, вот этот диалог или даже не диалог, это дискуссия между, скажем, с одной стороны западными экспертами, с другой стороны экспертами из России, Китая и других стран Евразии, она постоянно идет. Но здесь иногда смущает одно обстоятельство, что западные эксперты, и не только эксперты, но и политики всегда говорят, что вот да, мы предлагаем, вот вы должны, вы должны как бы принять нашу модель поведения, нашу модель, значит, вот этих отношений как в государстве, это имеется в виду о демократическом устройстве страны, о каких-то экономических, социальных отношениях в этих странах. И мы разговаривать будем только с этих позиций. И мы навязываем свою волю. И когда противная сторона говорит о том, что, ну, позвольте, но мы, наверное, должны как-то, наверное, обсуждать на равных, на паритетных позициях, то в этом случае им категорически очень часто отказывается. Поэтому, я думаю, до тех пор, пока обе стороны не придут к тому, что они должны разговаривать на паритетных, на партнерских, на равноправных отношениях, я думаю, этот диалог не стронится с места, к сожалению. Да, к сожалению. Александр Васильев у нас на прямой связи. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Буквально пару минут паузы, потом мы вернемся в студию. Радио Болтком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Еще раз доброе утро. Александр Васильев у нас на прямой связи. Посредством зума возвращаемся к обсуждению актуальных проблем в Латвии и в мире. Вот, Александр, по поводу, естественно, предстоящей встречи все ждут этих долгожданных переговоров в Женеве между Байденом и Путиным. Но вот, может быть, реалисты или скептики, называйте как хотите, они не только настороженно относятся к результату этих переговоров, а считают, что да, такое более серьезное знакомство состоится, прощупывание, что называется, оппонентов, но вряд ли стоит ожидать каких-то прорывных вещей. Тем более, по крайней мере, это мы наблюдали, когда Трамп был президентом, вроде бы и атмосфера хорошая, диалога, о чем-то в сторону договариваются. Потом тот же Трамп возвращается в Соединенные Штаты и звучит совершенно другая риторика. Так, вас не слышно, видимо, что-то с микрофоном. Попытайтесь. Да, ну, нет связи, да? Да. Алло? Да, вот сейчас мы вас слышим, да. Давайте все-таки разведем Байдена и Трампа. Это разные люди с разным профессиональным и жизненным опытом. В манере Трампа делать, может быть, такие эксцентричные и внезапные поступки, она в нем выдает человека, который связан с бизнесом. Он заранее поднимал планку переговоров на очень высокую высоту и потом как бы снижал ее. И поэтому он не стеснялся применять тот же прием и в политике. И, кстати говоря, добился неплохих результатов, когда пересмотрел отношения с такими своими верными союзниками США, как та же Канада или Мексика. Байден все-таки всю жизнь свою провел на капиталистском холме. Он серьезный политик, достаточно серьезный политик. Он очень опытный и он прекрасно понимает, насколько важны вот сами переговоры как таковые и насколько, какие результаты в конечном итоге можно получить. И он прекрасно понимает, что можно получить только то, что, в принципе, в настоящее время доступно. И я думаю, что в этом смысле есть надежда. Может быть, проведя, опять же, аналогию с прежними годами, это может быть как первая встреча Горбачева и Рейгана в Женеве, которая не привела никаким первым каким-то соглашениям. Они ознакомились, они, значит, все-таки как-то протянули какую-то ниточку доверия между собой. И уже через полгода в Рейкьявике тогда произошел, естественно, достаточно серьезный первый прорыв в советско-американских отношениях. Конечно, Байден прекрасно знаком с Путиным, они неоднократно с ним встречались, но тогда он был вице-президентом. А сейчас у него как бы совершенно другая весовая категория, совершенно другая степень ответственности. И я думаю, что все-таки они как бы встречаются снова и в первый раз. Я все-таки надеюсь, естественно, любая серьезная договоренность заранее готовится, и лидеры фактически лишь только уточняют какие-то важные детали. Но будем надеяться, что вот это как бы доверие, химия личных отношений все-таки произойдет на этой встрече. И уже через несколько месяцев, в конце года, мы уже станем свидетелями уже других договоренностей на более серьезном уровне. Но, по крайней мере, в это очень хочется надеяться. То есть, в принципе, вот эти высказывания, ну, мягко говоря, неосторожные господина Байдена в адрес Путина, такие личные даже в какой-то степени оскорбления, вы не думаете, что это оставит какой-то глубокий след? То есть Путин, скажем так, не будет на этом заострять внимание? Ну, я думаю, что и предыдущая профессиональная деятельность президента Путина в специальных службах, она его приучила все-таки отделять как бы внешние эмоциональные заявления, которые ориентированы, может быть, на внутреннее потребление, от серьезных шагов, которые президент готов сделать на внешнем поле деятельности. Я думаю, что прагматизм в этом случае должен, наверное, сыграть. Я думаю, что президент Путин не тот человек, который может неправильно оценить какие-то эмоциональные порывы и сделает, я думаю, что для президента Байдена определенную как бы скидку. Вот как вы считаете, если вдруг случится такое потепление между Соединенных Штатами и Россией, может быть, не знаю, правящие элиты стран Балтии, ну или Латвии начнут как-то пересмотреть свою вот стратегию в отношении с Россией, потому что нынешняя ситуация, которую мы наблюдаем, ну, она не может не вызывать беспокойство, у нас очень плохие отношения с Россией, уже, видимо, никаких отношений, по крайней мере, на какой-то длительный период нет с Белоруссией, это два наших ближайших соседа, но как-то все это очень неприятно и тревожно. Я бы здесь тоже вернулся на несколько лет назад, когда предшественник президента Байдена, Барак Обама, объявил о так называемой своей политике перезагрузки отношений с Россией, а также какую-то красную кнопку они нажимали, мы это все прекрасно помним. Но наши правящие политики, мы должны, все-таки это прошло не так много времени, 12 лет, как бы говорили, вы знаете, а вот мы лучше знаем, чем американцы. Нам тут вот, как бы, Россия, совершенно улучшения отношений с ней не нужны, да? И чтобы понравиться, как бы, с океанским куратором, вот лучше все-таки с ней как-то пожестче быть. Мы прекрасно помнили, что, несмотря на серьезные, как бы, шаги, серьезные программы и заключенные договоренностями на уровне США-России, одновременно шли очень своеобразные, очень нарискованные заявления наших политиков. Я думаю, что многие из них будут ориентироваться на очень серьезные лобби, а за последние годы отношения высших и шелонных власти американской политики, они очень сильно изменились в негативном отношении к Российской Федерации. Я думаю, что наши политики еще долго будут ориентироваться на самые деструктивные силы в Конгрессе США, в части очень значительной администрации. Да я думаю, что в администрации у президента сейчас очень много противников улучшения, даже не на улучшение, а нормализации отношений с Российской Федерацией. Да. Вот что касается Белоруссии, будет ли иметь вообще длительные последствия вот эта вся история замены флага? Это, конечно, был такой, я бы сказал, неординарный шаг и со стороны министра странных дел, со стороны мэра Риги, так мягко говоря. Ну, я не знаю. Здесь имела просто дело предвыборная кампания или какой-то другой был. Эмоциональный порыв. Но, кстати говоря, судя по социальным сетям, вот этот шаг и господина Стакиса, и господина Ренкевича, он получил очень большую поддержку. Это были тысячи лайков, сотни перепостов их сообщений, этих сообщений. Говорил о том, что в латвийском обществе таким эмоциональным конференционным шагам есть очень серьезная общественная поддержка. Возможно, они не ожидали, что президент страны, фактически, наверное, это решение принимал господин Лукашенко, будет столь кардинальным. В один момент высылается вся дипломатическая миссия Латвийской республики и ставится под вопрос вообще внешнеэкономическое сотрудничество. Я думаю, что они не ожидали. Ну вот мы так вот тут пошалили слегка. Мы ничего плохого-то, по большому счету, мы решаем свои внутренние проблемы. И тут возникают такие внешнеполитические демарши. Они, наверное, не понимают, насколько нынешние белорусские власти контролируют ситуацию в стране, насколько они готовы защищать свои интересы любыми средствами и при этом будут оперативно и очень жестко реагировать на любые такие шаги. Ну и мы заметили, наверное, после этого как-то не было каких-то более осложненных, как-то все более-менее успокоилось, все стало ясно. Шалости не пройдут. Ну и я думаю, показательно было, что не было среди, скажем, участников этой акции министра сообщений или министра экономики. Они представляют, что все-таки, хотя, может быть, по внешней торговле Белоруссия занимает приблизительно, по-моему, если я не ошибаюсь, 15-е место, и оборот в 2020 году составил 567 миллионов евро, но это все-таки в нынешних ситуациях, когда экономика Латвии в связи с ковидом далеко не в самом лучшем состоянии, особенно сфера услуг. Но этим не стоит пренебрегать. Так что я думаю, что, ну, нашим бизнесменам, нашим министерствам, которые связаны непосредственно с экономикой, еще долго придется расхлебывать, скажем, это вот азарство такое. Да. Вот если мы говорим о внутренней политике, не о внешней, создается иногда такое ощущение, что вот правительственные партии или правительственные силы все делают для того, ну, чтобы помочь и хеймовской оппозиции, и вне парламентской оппозиции. Мы знаем, что сейчас уже одна партия создана, еще две на подходе, чтобы им помочь на грядущих выборах, потому что мы знаем и рейтинги вообще правящих партий, там тоже ничего такого блестящего нет, и мы знаем вообще уровень популярности или непопулярности министров. Вот как вам кажется? Ну, у нас вообще как бы хорошая традиция к новым выборам создавать новую партию. Почему у нас эта традиция прижилась, начиная, может быть, с 95-го года, кто не помнит, появилась первая такая популистская партия так называемого Зигериста, который не владел ни государственным языком, ни многими реалиями Латвийской республики. Потому что приблизительно 20% наших жителей готовы голосовать за новых людей, готовы поверить любым их обещаниям, и это реальность. И если 20% избирателей из года в год, из уже десятилетия в десятилетие голосуют таким образом, грех эти проценты не использовать. Другое дело, если возвращаться к нашим рейтингам, естественно, они своеобразное отражение нашей политической действительности, мы не видим тех столбиков, которые находятся за этими партиями. А там они идут, они самые большие, самые крупные. Это те, которые, респонденты, которые не собираются идти на выборы, и те, которые не знают, за кого голосовать. И в последние месяцы таких, от 40 до 45%, ну а то, что делалось, и какие проценты участников последнего голосования, мы с этого начинали нашу передачу. И вот здесь возникает ситуация, что перед тобой появляется широкое поле для манипулирования. И возникает ситуация, когда люди приходят, до последнего не знают, за кого голосовать. И здесь какой-то скандал, какой-то неожиданный пиар-ход может существенно поколебать те или иные политические пристрастия, которые казались накануне в НООТ очень устоявшиеся. И поэтому раз за разом уже на второй день избиратели приходят домой и спрашивают. И это вполне естественно, что в этом случае, когда мы вновь как бы обретаем такую реальность, что выборы проходят, появляются новые политические силы, а политики, практически те же самые лица, нами наблюдают под последние 10, 15, 20 лет. Ну и мы видим о том, что многие мигрируют из одной партии в другую. Наверное, если не брать середину 90-х годов, то, наверное, нынешний 13-й Сайм, наверное, по количеству независимых депутатов, которые откололись как от правящих, так и от оппозиционных партий, их количество рекордное. Они прекрасно понимают, это особенность латвийской избирательной системы. Если тебя избрали, то на 4 года ты получаешь неограниченные возможности. Ты можешь делать с ним, со своим мандатом, что хочешь. И никто, ни партийное руководство, ни избиратель не может тебе помешать чудить за эти 4 года. Но после этого они прекрасно понимают, партийное голосование обязывает их примкнуть к какой-то политической силе. И поэтому многие сейчас независимые, как бы независимые депутаты, они сейчас либо начинают уже примыкать к какой-то существующей политической силе, либо они уже вступают в эту партию, либо заключают договор о сотрудничестве, гласно или негласно, либо задумаются о создании своей партии. И последних полтора года перед выборами постараются по максимуму раскрутить вот эту новую партию для того, чтобы она, по крайней мере, бы проскочила 5-процентный барьер и получила возможность им сохранить свою судьбу в стенах нашего парламента. Может быть, такой последний вопрос. Вот эта перезагрузка уже правительства, которая произошла достаточно неожиданно перед муниципальными выборами. Есть два мнения. Одни говорят о том, что вот, ну, теперь как-то ситуация в коалиции утихомирится, и вот правительство спокойно доработает до сеймовских выборов. Но второе мнение говорит о том, что это временное затишье, все равно вот это недовольство между партнерами и конкуренция. Ведь фактически очень многие из этих, ну, теперь, четырех партий претендуют на тот же электорат. Ну, к примеру, новые консерваторы и ТБВС в Латвии. Ну, какая особая между ними разница? Они на тот же электорат пытаются претендовать, даже новые единства в какой-то степени. Вот вы к какой группе относитесь вообще? Ой, ну, я думаю, что здесь это точно самое, что гадать на кофейной гуще. Вот. Но я считаю, что, я не знаю, опыт последних лет говорит о том, что, в принципе, сформировать принципиально новую коалицию им не удастся. Да, были сложности и трудности, их было пятеро, очень серьезные были противоречия между ними, но они как бы их сейчас сняли, как бы поживившись за счет развалившейся партии КПВ ЛВ. и таким образом как-то вот на обозримое будущее значит, вот эти вот противоречия, ну, по крайней мере, ослабли. Я думаю, что оставшиеся месяцы перед выборами, чуть больше года, вот, вряд ли есть возможность для серьезных перемен. По крайней мере, нету серьезной политической силы, которая могла бы их заставить это сделать. я думаю, что они сохранятся, может быть, какие-то министры еще, какие-то подвижки произойдут, вот, но вряд ли это в целом повлияет на будущее правительства как такового, и оно сохранится приблизительно в этом же составе. Меня больше волнует вот эта вот наша практика о том, что когда происходит заключение коллекционного договора, то сферы делятся между партиями, и они как бы становятся автономными, и министры часто не могут координировать свои действия с другими своими коллегами, которые принадлежат другой партии. И вот возникает другой вопрос, когда мы смотрим, что нынешний недавно утвержденный министр внутренних дел, она вполне могла бы занять место министра образования или министра благосостояния, но Марию Голову бросили на амбразуру Министерства внутренних дел, в то время как другие кандидаты, и мы видим того же скандал с новым министром Эглитисом по благосостоянию в связи с его замечанием выборы прошли, но пускай оппозиционные партии не радуются, мы-то сможем в любой момент обрезать им реальную и социальную помощь. Это говорит о том, что там просто ее не могли поставить почему? Чтобы не усилить позиции и не отдать весь правоохранительный блок в руки одной партии. И вот здесь начинается разговор о том, что на каждом министерском посту должен находиться тот министр, который наиболее подготовлен профессионально и готов дальше быстро выполнять работу, а вот этот торг между членами коалиции для того, чтобы, не дай бог, не усилить своего заклятого партнера по коалиции в настоящий момент и в будущем. И в самый последний момент я хотел бы все-таки сказать еще об одном событии, которое осталось вне нашего поля разговора. Тут меняется и шпионский скандал, и смена правительства, и выборы. Например, практически в их тени не произошло как бы без особого внимания то событие, что, например, в ближайшие дни тарифы на газ и на электричество повысятся на 25, а то и даже на 43%. Вот это вот как бы иногда начинаешь думать о том, что эти все скандалы возникают не случайно, и они прикрывают в том числе и какие-то очень серьезные экономические последствия, а цифры того же инфляции, которые говорят о том, что впервые за последние годы инфляция будет уже сейчас 2,6%. Может быть, получается так, что часто правящие политики иногда манипулируют какими-то своими внешними политическими акциями для того, чтобы прикрыть того, что жизнь простых жителей Латвии, наших соотечественников отнюдь не становится легче. Да, это правда. Вот, может быть, последний такой вопрос, все-таки в завершении вы уже говорили о том, что, да, люди ищут какое-то спасение в каких-то партиях новых. Что касается президента, ну вот, по крайней мере, в последнее время он хотя бы заговорил, даже там пригрозил, я помню, чуть ли не распуском Сейма, когда парламент не так проголосовал по решению Конституционного суда, может быть, он как-то постепенно все-таки, не знаю, набирается опыта и станет лидером народа, нации? Ну, вы знаете, может быть, вот это понятие набраться опыта, это было бы, может быть, больше присуще другим каким-то президентам, ну, я не знаю, таким, как Павел Затлерс, который пришел из абсолютно из другой как бы сферы, из сферы медицины абсолютно был новичком, который, ну, и совершал многие, может быть, эмоциональные поступки, которые слабо укладывались в политическое какое-то рост. Я думаю, что нынешний президент Эгил Левиц уже давно в политике, он занимал самые разные посты, в том числе посты министра, он работал на высоко все-таки поставленном посту в суде, в европейском суде, для него это все не в новинку, он все это наблюдал и на уровне Европы, и на уровне нашей страны, имел опыт определенного изучения политологии в той же Германии, я думаю, что вряд ли мы должны ожидать какой-то серьезной трансформации. Другое дело, что, конечно, пройдут парламентские выборы, для них, как мы уже говорили, совсем недолго, а после них уже и выборы президента. Естественно, он должен быть думать и о том, что будет после этого. Готов ли был президент объявить, поставить на кон свой авторитет и объявить, как Валгезатлерс, неочередные выборы? Я думаю, нет. Я думаю, что это он не серьезно, это он сгоряча. Это он может быть для красного словца. Потому что, я думаю, что народ тогда прекрасно помнил. Мы помним 2011 год, когда 95% наших сограждан проголосовали за отставку Сейма. И что мы получили? Мы получили 12-й Сейм, который был еще как бы еще хуже с точки зрения и не пользовался той популярностью, которой был Сейм до распуска. Поэтому, опять же, получается, вот то, о чем мы говорили сегодня, наши как-то соотечественники похладели каким-то переменам. Они видят, что любая перемена, она приходится к худшему. Ну, а роль президента, но она у нас, он не несет политическое ответственность за свои поступки. Она у него более представительская. Ну, я думаю, как-нибудь проживем с этим президентом еще и всю эту каденцию. Спасибо большое, Александр. Васильев у нас был на прямой связи. Спасибо большое за исчепающий ответ и удачи. Спасибо. На одной волне с городом.